Должно ли государство выплачивать своим гражданам безусловный базовый доход, спросим политолога Екатерину Шульман. Екатерина, здравствуйте. Добрый день. Немецкий институт экономических исследований запустил эксперимент, в ходе которого 120 человек будут ежемесячно получать 1200 евро в течение трех лет. Ранее подобный эксперимент проводил Университет Хельсинки в Финляндии в 2017-18 годах. Тогда 2000 безработных получали по 560 евро. Что организаторы исследований хотят понять? Зачем подобные эксперименты проводятся? Такого рода эксперименты проходят не со вчерашнего дня. Первые эксперименты связаны с безусловными выплатами, то есть с обязательными регулярными переводами денег, за которые не нужно отчитываться, начались в США и в Канаде в 70-80-х еще годах. Вообще идея универсального базового дохода, она довольно древняя. В таком понятном для нас виде она впервые встречается в романе Томаса Мора «Утопия». Там вот как раз правительство утопии всем гражданам обязано выплачивать определенную сумму. На самом деле это не то чтобы какая-то очень сказочная идея. Наши уже устоявшиеся и привычные нам практики социальной поддержки, пенсии, собственно говоря, выплат на детей, которые нам кажутся чем-то само собой разумеющимся, они родственны вот этой же самой мысли о том, что государство гражданам, в общем, должно денег просто за то, что они граждане. Но универсальный базовый доход, конечно, отличается и от пенсионных выплат, и от выплат на детей, от социальных пособий, от пособий по безработице именно тем, что он безусловный. То есть для этого не надо быть безработным, инвалидом, пенсионером или ребенком, ты просто получаешь деньги за то, что ты гражданин. Вы упомянули финский эксперимент, он действительно был наиболее масштабным, он продолжался два года. Результаты там интересные. Вообще эта тема очень такая горячая, актуальная для всех социальных наук, поэтому на эти эксперименты смотрят и политологи, и антропологи, и криминологи, и демографы. И как будут люди себя вести, если у них появится некоторая гарантированная сумма, которая их избавляет от необходимости работать ради куска хлеба. Ну, что показал финский, например, двухлетний эксперимент? Показал он следующее. Люди работу не бросают, те, у кого она была, и те, у кого ее не было, они продолжают ее искать и находят. То есть обязательный доход, базовый доход не делает граждан тунеядцами. Но они могут выбирать работу менее оплачиваемую, но, скажем, ближе к дому. Или какую-то более творческую, соответствующую их детским мечтаниям, которые они до этого не могли реализовать. Следующее, что еще не происходит, чего можно было бы ожидать? Люди не тратят деньги на алкоголь и развлечения. Люди тратят деньги на, в основном, на детей, у кого есть дети. Но еще одно последствие, может быть, не такое очевидное, растет число разводов. То есть действительно при имплементации вот этого базового дохода довольно большое количество семей, которые держатся вместе только нуждой в добычу куска хлеба, могут распадаться. Особенно если есть выплата на взрослого и есть на ребенка. То есть женщина с ребенком получает двойную, так сказать, дозу этих денег. И, конечно, соблазн выгнать своего мужа, если он не приносит ей большой пользы и удовольствия, он повышается. Это правда. Это вот то, что показывают эксперименты. Еще справедливости ради надо сказать, что пока ни одна страна не ввела в качестве законной нормы этот базовый доход. Был в 2016 году в Швейцарии референдум на эту тему. И он с, так сказать, очень большим перевесом показал негативный результат. 76, по-моему, процентов высказались против. То есть швейцарцы испугались такой вот идеи. Но после 2016 года уже много чего произошло. В частности, наступила пандемия. И в условиях пандемии самые радикально капиталистические страны, такие как Соединенные Штаты, в общем, прибегают ровно к этой мере. Присылают людям деньги просто так. То, что называлось при советской власти на поддержку штанов. Вот это вот уже стало такой массовой практикой. Безработные получают, работные получают, индивидуальные предприниматели, самозанятые. В Германии, в США и в других европейских странах люди просто получают деньги. Это вроде как временная мера, связанная с экстремальными обстоятельствами пандемии. А точнее говоря, не самой пандемии, а связанного с ней карантина, локдауна и всеобщего. Но это, в общем, показывает, кстати, как люди себя ведут, получив такие деньги. Знаете, что я последнее, что скажу, что интересно. Вот эти выплаты, причем и в США, и в Соединенных Штатах, и в США, и у нас в стране, потому что у нас люди тоже получили, в частности, на детей, не тратятся. Да. Последние наши исследования экономические показывают, что в июне-июле у домохозяйств российских выросло число свободных денег. То есть, ну, значит, свободных. Тех денег, которые у людей на руках. То есть, получив вот эти выплаты на детей, люди их приберегли. И то же самое происходит в Соединенных Штатах. Таким образом, эти выплаты не раскручивают инфляцию. То есть, люди не бегут с ними в магазины сразу, а они их прячут. Может быть, это связано только с, опять же, чрезвычайными обстоятельствами карантина. Во-первых, страшно, что будет дальше, непонятное будущее. Во-вторых, потратить-то, между нами говоря, особенно некуда. Когда ты сидишь запертый в квартире, то тебе и некуда и пойти-то с этими деньгами. Поэтому эти деньги оказываются накоплениями домохозяйств. Вот такие вот пока у нас предварительные выводы. Давайте вернемся в Германию. Организаторы эксперимента уверены, что безусловный базовый доход сделает общество стабильнее устойчивым кризисам. Что думаете на этот счет? Конечно, если у людей снижается страх голодной смерти, то это улучшает качество их жизни. Тут не надо быть большим экспертом для того, чтобы об этом догадаться. Ну, что касается криминальной ситуации. Ведь, кстати, эксперименты такие проходили не только в богатых странах. У нас ассоциируется эта практика с странами Первого мира, которые типа жиру бесятся, не знают, куда деньги девать. Но, похоже, ведь эксперименты были на противоположном конце социальной шкалы. В самых бедных поселениях в Азии и в Африке тоже пробовали делать такую штуку. И там тоже не произошло какого-то разгула, буйства, разврата и разбрасывания денег из окон. Тоже люди тратят их на тетрадки и карандаши для детей, на еду, на лекарства. Поэтому мы можем осторожно предвидеть, что не возникнет общество бездельников, которые развлечения ради пойдут совершать преступления на улицах. Нет. Люди ведут себя скорее лучше, чем хуже, если у них есть основания полагать, что завтра у них тоже будет еда, и они не должны идти грабить своего ближнего или работать на любой работе просто ради того, чтобы с голоду не умереть. Ну вот, в общем, да. Меня как политолога волновало бы другое. Все-таки, если общество превращается в такой набор пенсионеров, получателей пансионов, то как эти люди будут вести себя политически? А ведь все-таки, ну, там, демократия, конкурентная политика, выборы – это те формы политического участия, которые возникли в обществе налогоплательщиков, людей, которые работают и платят налоги, а не получают пенсию. А это может привести к, скажем так, иным формам лояльности к государству, которое тебя таким замечательным образом обеспечивает. Вот это вот мне бы было интересно. Но я понимаю, что людей это волнует не в первую очередь. Как считаете, почему референдум по безусловному доходу в Швейцарии все-таки провалился? Может быть, это связано с особенностями этой страны. Люди не хотят ничего обязательного. Может быть, люди боятся отдавать государству такой огромный рычаг воздействия на себя. Может быть, они достаточно обеспечены и не видят в этом нужды. Они и так зарабатывают нормально. Им не нужны деньги, которые, возможно, все-таки с какой-то ниточкой привязанной придут к ним в их домохозяйство. Разные могут быть причины. Я не знаю точно. Но вот видите, такой вот результат. Хотя, казалось бы, если любого человека спроси, давайте проведем референдум о том, чтобы вам надо выдать тысячу евро в месяц и не спрашивать зачем. Кто же будет возражать? Что тут может не понравиться? Но вот нет, видите как. Швейцарский референдум действительно показал очень высокий, очень большой перевес тех, кто высказался против. Немцам, участвующим в эксперименте, не запрещено дополнительно работать. Как думаете, будут ли они это делать? Вы знаете, финский эксперимент показал, что да, люди работают. Люди работают. Действительно, это деньги не те, которые позволяют тебе жить и ни о чем не думать, но это деньги, которые позволяют тебе разобраться с обязательными платежами. То есть у тебя как бы обеспечиваются твои расходы на ЖКХ, твои какие-то основные обязательные выплаты и дальше. А вот на дальше, на все остальное ты, в общем, хочешь заработать. Ну и кроме того, люди все-таки работают не, как бы нам не казалось, в момент усталости, что были бы у нас деньги, мы бы никогда не работали. На самом деле мы работаем все-таки ради другого, в том числе ради социализации, ради самореализации, ради того, чтобы нас похвалили, ради того, чтобы сделать что-то, что нам кажется важным, чтобы упражнять свои способности, делать то, что получается. Это элементы человеческого счастья. Вы знаете, в других довольно жестоких социальных экспериментах было показано, что у безработных, например, негативные последствия для здоровья наступают раньше, чем деньги кончаются. Люди, которые лишены работы и не могут ее найти, начинают пить, совершать преступления, и у них появляется суицидальное аутоагрессивное поведение раньше, чем наступает непосредственная угроза, что все, денег нет, есть нечего. То есть деньги еще есть, а социального здоровья уже нет. Поэтому это плохая ситуация. Люди инстинктивно это чувствуют, я надеюсь, многие это поняли в период карантина, что это совсем не такое счастье сидеть в квартире и ничего не делать. Мы существа социальные, про нас это еще Аристотель сказал, человек общественное животное. Мы хотим общественной деятельности, признания себе подобных и действительно реализации того, что мы можем в себе, чувствуем тот потенциал, мы хотим его реализовывать. Как думаете, безусловный базовый доход может сделать общество более счастливым? Вы знаете, как это Ульфа и Петрова? А вот радио есть, а счастья нет. Он может сделать общество по ряду параметров лучше, скажу аккуратнее. Он может снизить преступность, связанную с нуждой. Он снизит домашнее насилие, связанное с принудительными вот этими сожительствами, потому что некуда пойти, нечего есть. Это хорошее социально-позитивное последствие. Он может некоторое количество людей, наоборот, выбить из социума и сделать их асоциальными. Такое ведь тоже может быть, понимаете? Большинство людей, мы знаем, что не бросают работу. Но кто-то ведь бросит и будет действительно лежать на диване, и им будет плохо. Они это осознают слишком поздно, и они десоциализируются. Поэтому, что называется, кому как? В целом, конечно, это шаг на пути прогресса. Я вижу два типа опасностей. Первую политическую, общественно-политическую, которую я вам уже назвала, это общественная пассивность и лояльность к плательщику, которая убьет или, по крайней мере, подрубит, скажем так, здоровую политическую конкуренцию, свободную общественную жизнь. Люди будут чувствовать себя зависимыми, проще говоря. Будут слишком сильно держаться за статус-кво. Это может остановить прогресс. Или, по крайней мере, его замедлить. Это плохо. И второе, это поощрение вот такого вот пассивного социального поведения. То есть те люди, которых раньше, что называется, в горб толкали, и они выходили, так сказать, в социум и там социализировались, они могут сдуру решить, что вот наступило счастье, я, значит, у себя в квартире буду прекрасно жить. И они начнут, как это у Пушкина, ел, пил, скучал, толстел, херел. Вот это вот с ним будет происходить. И они, значит, умрут сначала социально, а потом и физически. Это нехорошо. Потому что, на самом деле, опять же, как я уже сказала, мы очень социальные существа. И иногда сначала тебя там заставляют работать. Ты думаешь, зачем вы меня, не злые люди, не даете мне, значит, спокойно свернуться к клубочкам. А потом, глядишь, привыкли, довольны стали и как-то все-таки развелись, а не деградировали. Вот это второй тип риска. Он, на самом деле, связан с первым. Спасибо. Политологи Екатерина Шульман о том, чего ждать от эксперимента по выплате безусловного базового дохода. Продолжение следует...